Грачи Базиняна, Сергея Мартынова, то есть... Кстати, да, Сергея Мартынова. Это очень непростой оппонент. Ну и плюс разговаривал я с его менеджером. Челябинцы, приветствующие бойцов! И в силу... Люсен Баффусом. Люсен Баффус ведет дела Юнаса Бельштайна. 180 метров без 84 килограмма 350 граммов. Профессиональный рекорд 27 боев, 20 побед, 6 поражений, 1 ничья представляет бойцовский клуб Комбат Клав Кольн. И у нас Бельштайн. Его соперник в красном углу из России город Краснодар. Ему 27 лет, рост 178 сантиметров, вес 83 килограмма 850 граммов. Профессиональный рекорд 12 боев, 11 побед, 1 поражение. Бойцовский клуб Кузня Артюм Франов! Профессиональный рекорд, Великобритания. Префери Марк Годдард, Великобритания. Префери Марк Годдард, Великобритания. Префери Марк Годдард, Великобритания. На... Хотя, может быть, я ошибаюсь. 8 сантиметров... Нет, на 7 сантиметров выше Юнас Бельштайн. Поможет ли ему преимущество в ручегах? Преимущество в росте? Посмотрим. Нет, я ошибаюсь. Ну, судя по тому, что я вижу. Очень уверенно Юнас чувствует себя в стойке. Пропускает сейчас правый кросс. Да, шикарное попадание с правой руки от Артема. Не достает хайкиком и тут же попытался на руках отработать Бельштайн. Да, достаточно опасный левый боковой у Бельштайна. Он уже доходил до цели и постоянно на отходе пытается он встречать им. Вот опять этот левый боковой. Двойка на руках и акцент на лоу-кик был в предыдущем эпизоде у Бельштайна. Очень хорошо работает Бельштайн. Стойки опять пропускает. Очень тяжелые попадания. И еще добавляет Артем. Хорошее попадание по корпусу. Здесь мидл-кик, но были на месте руки у Артема Фролова. Чуть поджимает Артем, но не жмется клетки Бельштайн. Так по кругу, в принципе, двигается из стороны в сторону. Регулярно пробивает фронт-кик. И лоу-киками обмениваются парни. И пока они предпринимают попыток перевести ситуацию в партер Бельштайн. Да, ни с одной стороны ни Артем, ни Йонас Бельштайн не пытаются перевести друг друга в партер. То есть идет такой жесткий размен в стойке. Левый боковой в корпус там в предыдущем эпизоде прошел у Бельштайна. Попадает он сейчас справа. Ой, очень неплохое попадание от Бельштайна. Левой ногой мидл-кик. Здесь, правда, не достал лоу-кикам. Хорошо попадает сейчас слева Фролов. Немножко дернулась глава Бельштайна. Держит дистанцию, заметьте, постоянно этим фронт-кикам Бельштайн держит дистанцию. Он чуть повыше, чем Артем. И пользуется длиной рычагов. И такой акцент вот на левый боковой этот. И лоу-кик по внешней стороне. У Артема уже мы видим красное бедро. Ведут по времени Фролова сейчас так зацепили друг друга боковыми. Да, очень жесткие размены у ребят. И опять этот фронт-кик. Первым номером решил поработать. Да, уже чуть поджимает. Только хотел сказать, начинает поджимать Бельштайн. Но вот перешел в контрнаступление Фролов, но без ударов. Без ударов. Забыли про партер. Похоже, оба. Да, но достаточно равный размен в стойке. Очень сложно для судей оценивать такой раунд. Может быть, вот минута осталась. Кто-то попытается. Спуртануть. Попытаться забрать пенцовку. Да, чтобы сделать перевод. И забрать раунд. Очень хороший фронт-кик с дальней ноги от Бельштайна. Постоянно он его использует. И раз за разом у него получается выдержать дистанцию. И левопрямой сейчас прошел у Бельштайна, кстати говоря. Пошел вперед Фролов. Каждый удар, каждый выброшенный удар с собой сторон. Вот, о чем я говорил. Да, попытка прохода от Бельштайна, но поверьте мне, Артему очень сложно перевести. Как бы я это знаю типа на слышке. Очень близкий первый раунд. Каждый удар не остается безнаказанным. То есть, если кто-то выбрасывает, тут же соперник выбрасывает удар в ответ. Даже не знаю, кто был в этом раунде лучше. Так, колено в голову. Фролов от этого цапнув боковым его Бельштайн. Миддл-кик от Бельштайна. Очень сложный первый раунд для судей. Очень близкий. Не знаю, кто был точнее. Учитывая, что раундов 10-10 быть не должно. Прекрасно чувствует себя Тёма функционально. Он не присел даже между раундами. Нам показывают Вискардио Андраде. Тоже хорошее настроение у этого бразильца. Участник главного события. Сегодняшнего вечера. Ну и сейчас приезд Александра Шлеменко. А вот и Александр. Тепируют руки Александру Шлеменко. Ну что ж, очередной бразильец его ждет очень скоро в клетке. Очень хорошо парни готовы функционально. Потому что до окончания времени вскочил и Бельштайн. Артем вообще не присел. Очень заряжены. Да, конечно, это совсем другой Бельштайн, нежели тот, который приезжал драться с Александром. Тот Бельштайн делал ставку на борьбу. Первый раунд мы все прекрасно пунем. И у него получалась его борьба. Это говорит о его универсальности. О, ой! Все! Пожалуйста! Один удар и все! Прекрасный нокаут в исполнении Фролова. Шикарная победа. Причем, вроде бы, не предвещало, да? Очень, очень рад. Это отличная победа над очень сильным оппонентом. Я от всей души его поздравляю. И это очень нужная победа в карьерном плане для Артема. И в психологическом плане тоже. Он закрывает поражение от силы. И наверняка, я думаю, сейчас на бруду силу уже очередь выстраивается потихонечку. Из российских бойцов. Наши поздравления Артему Фролову. Очень яркая победа. Очень эффектная. Ну и встал, наконец-то, Йонас Бельштайн. Благодарить соперника. Йонас Бельштайн достоин всяческого уважения. Ну вот, не повезло в какой-то степени. Но пришел в себя. Пришел в себя. Улыбается уже. Ждем официального объявления победителя, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Дамы, господа, на 17-й секунде второго рауна победу нокаутом овершал Артем Фролов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова